Кубка Италии Кубка Италии Антонио Конте попытался найти оптимальное место безусловно классному игроку миланской команды, который пока что не в полной мере оправдывает свой трансфер. Антонио Конте предложил довольно необычную расстановку 3-4-1-2, предоставив датчанину конкретную позицию центрального атакующего полузащитника. Наверное, по задумке, разместив Эриксона под Лаутаро Мартинесом и Лукако, он должен был продемонстрировать все свои сильные стороны, такие как пас и удар. Но по ходу всего матча, за исключением пары моментов, было ощущение, что выпустив Эриксона на определенную позицию, главный тренер забыл сказать об этом другим игрокам Интера. Потому что, как и раньше, Нерадзури очень много атаковали флангами, часто через Кондреву, и это, конечно, получалось, только роль Эриксона в этом всем была непонятна. В первом матче, кстати, Интер грузил Наполи именно кроссами. Неудобство, может быть, это и вызывало, но получалось довольно однообразно и прямолинейно. В первом тайме, хоть и был отрезок, когда Наполи завладел инициативой, но длилось это недолго. Чаще всего подопечные Гаттуза играли на контратаках, одна из которых и привела к забитому мячу Дриса Мертенса. Вообще, пара Мертен с Инсиньей выглядела, конечно, получше, чем их визавило Утару и Лукаку, но все же центральными фигурами в этом матче был Эриксон и, наверное, Аспина, ведь с прекрасного паса последнего началась та самая контратака Наполи. В первом тайме процент владения мячом у Интера составил 65%, во втором – 72%. Ударов у команды Антонио Конте тоже было немало, в целом 18% за матч, но ощущения, что вот сейчас гости дожмут и забьют второй мяч, не возникало. Во втором тайме, в том числе после выхода Алексиса Санчеса, Интер по-настоящему насел на ворота Наполи. В одном из эпизодов Эриксон после паса пятка от Санчеса мог становиться героем вечера. Это, кстати, один из немногих по-настоящему хороших розыгрышей от гостей в этом матче, который застал всю оборону неаполитанцев врасплох, но Аспина, как бы давая понять всем, что пропущенный мяч был неноразумением, тащит удар Эриксона и в конце концов становится главным героем этого противостояния. В целом, миланский Интер тоже заслуживал выхода в финал. Возможно, если бы Даман или игры, которые предложил Конте, была бы более отточена, шансов на встречу с Евентусом в финале было бы больше.